Глава тринадцатая из Второй Книги Царств Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова, и Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему, — Отчего так худеешь ты с каждым днем, сын царев, не откроешь ли мне? И сказал ему Амнон, — Фомарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю. И сказал ему Ионадав, — Ложись в постель твою и притворись больным, и когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему, — Пусть придет Фомарь, сестра моя, и подкрепит меня пищей, приготовив кушанье при моих глазах, чтобы я видел и ел из рук ее. И лег Амнон, и притворился больным, и пришел царь навестить его, и сказал Амнон царю, — Пусть придет Фомарь, сестра моя, и испечет при моих глазах лепешку или две, и я поем из рук ее. И послал Давид к Фомаре в дом сказать, — Пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье. И пошла она в дом брата своего Амнона, а он лежит, и взяла на муки, и замесила, и изготовила пред глазами его, и испекла лепешки. Позвольте мне сделать здесь оговорку. Место, которое следует дальше, говорит о грехе, который... Грехе насилия, который совершил сын Давида Амнон. И это показывает на то, что человек посеет, то и пожнет. Давид в свое время сделал это, теперь он в своей семье переживает. И когда Амнон это сделал, то потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, которую раньше имел к ней. И сказал ей Амнон, — Встань, уйди! И Фомарь сказал ему, — Нет, прогнать меня, это зло больше первого, которое ты сделал со мною. Но он не хотел слушать ее. И позвал отрока своего, который служил ему, и сказал, — Прогони эту от меня вон, и запридь дверь за нею. На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери-девицы. И вывел ее слуга вон, и запер за нею дверь. И посыпала Фомарь пеплом голову свою, и разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. И сказал ей Авессалом, брат ее, — Ням, но он ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя, он брат твой. Не сокрушайся сердцем твоим об этом деле. И жила Фомарь в одиночестве в доме Авессалома, брата своего. И услышал царь Давид об всем этом, и сильно разгневался. Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авессалом Амнона за то, что он обесчестил Фомарь, сестру его. Через два года было стрижение овец у Авессалома в Аал-Гацори, что у Ефрема, и позвал Авессалом всех сыновей царских. И пришел Авессалом к царю и сказал, — Вот ныне стрижение овец у раба твоего. Пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим. Но царь сказал Авессалому, — Нет, сын мой, мы не пойдем все, чтобы не быть тебе в тягость. И сильно упрашивал ее Авессалом, но он не захотел идти и благословил его. И сказал ему Авессалом, — По крайней мере, пусть пойдет со мною, с нами Амнон, брат мой. И сказал ему царь, — Зачем ему идти с тобою? Но Авессалом упросил его, и он отпустил с ним Амнона и всех царских сыновей. Авессалом же приказал отрокам своим, сказав, — Смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам, — Поразите Амнона, тогда убейте его, не бойтесь, это я приказываю вам, будьте смелы и мужественны. И поступили отроки Авессалома с Амноном, как приказал Авессалом. Тогда встали все царские сыновья, сели каждый на мула своего и убежали. Когда они были еще на пути, дошел слух до Давида, что Авессалом умертвил всех царских сыновей, и не осталось ни одного из них. И встал царь, и разодрал одежды свои, и повергся на землю, и все слуги его, предстоящие ему, разодрали одежды свои. Но Ионадав, сын Самая, брата Давидова, сказал, — Пусть не думает господин мой, что всех отроков царских сыновей умертвили. Один только Амнон умер, ибо у Авессалома был этот замысел с того дня, как Амнон обесчестил сестру его. И так пусть господин мой царь не тревожится мыслью о том, будто умерли все царские сыновья, умер только один Амнон, и убежал Авессалом. И поднял отрок, стоявший на страже глаза свои, и увидел, вот много народа идет по дороге по скату горы. Тогда Ионадав сказал царю, — Это идут царские сыновья, как говорил раб твой, так и есть. И едва только сказал он это, — Вот пришли царские сыновья, и подняли вопль, и плакали. И сам царь, и все слуги его плакали очень великим плачем. Авессалом же убежал и пошел к Фалмаю, сыну Емиуда, царю Гессурскому. И плакал Давид о сыне своем во все дни. Авессалом убежал и пришел в Гессур, и пробыл там три года. И не стал царь Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона.